Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики и только-только к ним примкнувшие. Подписывайтесь, ведь говорят, чтобы дольше жить, нужно чаще умирать со смеху. А для этого существуем мы, анекдоты от А до Я. Смейтесь на здоровье, живите долго, а мы начинаем. Для Оксаны это была любовь со второго взгляда. Да, потому что с первого взгляда Оксана не заметила, что Сергей носит золотой роликс. Один мальчик однажды был такой требовательный и привилегливый, что у него выросла пизда. А я вам напоминаю, что в конце каждого месяца мы подводим итог на лучший комментарий. И, конечно же, победитель получит от нас приз. От нас, от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. А мы продолжаем. Папа, папа, а мне сегодня в садике сказали, что я невоспитанная. Тьфу, надо было их нахуй послать, доченька. Мужики, дельный совет. Никогда, слышите, никогда не играйте с сердцем женщины. Оно у нее одно. Играйте лучше с сиськами. Их у нее две. Да-да-да. Карина была настолько упрямая, так любила все делать по-своему, что даже в детстве, когда все учились целоваться на помидорах, она училась целоваться на огурцах. И, как выяснилось, не прогадала. Мама, скажи, а как ты живешь без еды? Ну, что ты, сынок, я ем каждый день. Да? А я слышал, папа сказал, что ты не глотаешь со дня свадьбы. Старый сельский автобус. Долго едет по маршруту. В одно село заехал. А жара такая неимоверная. Все уже задыхаются. Окна не открываются в этом автобусе. Все уже еле едут. Едут и едут. И вдруг кто-то не выдерживает. И как пухнет. Фу, все задыхаясь, кричат. Ай, кто это сделал? Ужас какой. Фу, да надо найти этого негодяя. С одного кресла поднимается здоровый мужик и говорит. Я экстрасенс. Я сейчас вычислю этого негодяя. Все говорят, давайте, давайте. Он говорит, у кого-нибудь катушка с нитками есть? Ну, какая-то женщина говорит. Вот, вот, у меня есть катушка с нитками. Он говорит, в таком случае давайте. С самого конца автобуса. Первый хватается за нитку. Второй и так дальше. И так все в автобусе хватаются за эту нитку. И растягиваем до самого водителя. Ну, все растянули эту нитку. Ну, схватились за эту нитку. Он говорит, ну что, все взялись за нитку? Все. Да, все взялись. А тот, кто пернул, тоже взялся? Да. Извините, но я не смогу это все съесть. Упакуйте в контейнеры. В смысле шведский стол? Да мне похуй, откуда у вас этот стол. Упаковывай давай. Вчера подошел ко мне внук и говорит, деда, деда, отгадай загадку. Я говорю, ну давай, внучек. Он говорит, вот смотри, 10 девушек и 10 ребят плавают в бассейне. Я говорю, ну, хорошо. Скажи, кто из них купается, а кто плавает? Я задумался, начал философствовать, купается, плавает, кто-то там. Потом ничего у меня не сошлось. Я говорю, внучек, ну, я не знаю ответ. Давай, говори. Он говорит, дед, ну это же элементарно. У девочек купальники, они купаются, а у мальчиков плавки, поэтому они плавают. Как все элементарно. Ой, я вас умоляю. Многие замужние женщины любят делать мюнет. Просто не все мужья об этом знают. Говорит, скажите, дружище, а вот я смотрю, вы постоянно отдыхаете в Ялте. Это почему? Говорит, что вам сказать. У меня в Ялте очень много друзей. Да, ну да. Таня Иванова, Светка Петрова, Ленка Сидорова. О, вот оно как. Понятно. Ну, тогда да. Говорит, не, ну, зря так. У меня там и очень много врагов. В смысле? Ну, как? Гриша Иванов, Вася Петров, Толик Сидоров. Девушка, а можно с вами познакомиться? Ну, попробуй. Сергей меня зовут. Ну, что ж, Сергей, раз зовут, иди. Забегая на подверье парень и кричит. Дядя Гриша, дядя Гриша, я вашу Галю того. Он говорит, что того? Женись раз того. Да не, я и трактором переехал. Если женщина после секса не предлагает перебрать карбюратор или не дарит вам комплект зимней резины, поздравляю вас, мужики. Вас просто поимели. Женщины любят пользоваться беззащитным мужским телом. Это их бзик. Поэтому не будьте легкодоступны, мужики. Маньяк выследил маленькую девочку. Подошел к ней и говорит, ага, девочка, если я тебе отрежу один палец, сколько у тебя останется пальчиков? Она говорит, три. Он не понял, почему три? А вы уже ко мне подходили. Галя, а давай попробуем позу тридцать четыре с половиной. А это как? Ну, это как шестьдесят девять, только делает один это все человек. Ну, например, ты. В кабинет мэра заходит директор строительной фирмы и говорит, здравствуйте, господин мэр. Он говорит, здравствуйте. Вы знаете, тут такой случай. У нашей фирмы оказался один новый, совершенно новый майбах. И мы бы хотели за ненадобностью вам его подарить. Он говорит, вы что, нет, я должностное лицо. Я не могу принять такие подарки. Нет, нет, что вы, нет, ни в коем случае. Говорит, да. А скажите, а мы могли бы просто тогда продать вам его за сто евро? Он говорит, да. Тогда беру два. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну, а пока-пока.